федеральный проект трезвая россия урок трезвости почему люди не ходят зимой в сандалиях не едят стекловату и не пьют отработанное машинное масло у каждого человека есть возможность делать все что только придет ему в голову бесконечно много возможностей но нам хватает ума добровольно воздерживаться от откровенных глупостей почему потому что иначе может случиться непоправимое школа это последнее место где плохую оценку можно исправить на хорошую в институте и во всей дальнейшей жизни другая система либо либо и ошибки фатальны допустив оплошность с выбором направления в самом начале своего пути можно с большой вероятностью прийти совсем не туда куда хотелось бы жизнь это не фильм который можно отмотать на начало это не компьютерная игра в которой можно угробить персонажа ради развлечения потому что в запасе есть еще пара жизней жизнь одна и перед вами колоссальный выбор того чем вы ее наполните тысячи видов спорта бесчисленное множество хобби интересные профессии огромная страна которую нужно посмотреть и более двухсот шестидесяти других стран однако статистика показывает что 60 процентов россиян кроме всего перечисленного регулярно употребляют наркотики вы удивлены на самом деле ничего удивительного ведь любой алкоголь по своей сути тоже является наркотиком смотрите сами слово наркотик происходит от греческого наркотикос приводящего цепенение греческое слово наркосис означает ступор согласно определению всемирной организации здравоохранения гост 18300 от 1972 года этиловый спирт легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом относится к сильно действующим наркотиком вызывающим сначала активацию а затем паралич нервной системы давайте разберемся как действуют наркотики на организм при первом употреблении отчетливо ощущаются неприятный вкус и запах алкоголя часто появляются тошнота и пазы в кровоте организм прекрасно осведомлен о том что употребление этого токсичного яда ни к чему хорошему не приведет и рефлекторно пытается избавиться от него также как от нечаянно съеденной плесени или тухлятины но как оказалось обмануть организм несложно достаточно замаскировать запах и вкус яда отдушками и красителями превратив этиловый ректифицированный спирт в веселенькую газировку добавить давление сверстников и наивный стереотип о том что алкоголь открывает двери в мир прекрасных запретных наслаждений и мы получим то что имеем юных парней и девчонок через силу вливающих в себя второсортная крашеная пойла и с нетерпением ожидающих когда же откроются те самые двери получение удовольствия у млекопитающих в мозгу существует так называемый центр удовольствия который очень дозированно выдает нам радость в виде определенных гормонов в тех случаях когда мы делаем что-то хорошее добиваемся цели или любуемся красивым пейзажем наркотики и алкоголь тоже воздействуют на этот центр нагло и бесцеремонно а регулярные возлияния так его изматывают что обычные жизненные радости не вызывают никаких эмоций так что жизнь становится довольно тоскливой а между человеком и удовольствием появляется дорогой во всех смыслах коварный посредник стадии алкоголизма первая стадия человек увлекается спиртным но выпивает больше чем планировал и в состоянии опьянения способен наделать дело которых позже сожалеет появляются провалы в памяти остановить переход во вторую стадию возможно только полным и категорическим отказом от алкоголя вторая стадия к симптомам первой стадии добавляется абстинентный синдром а по-русски говоря похмелье и необходимость похмеляться остановить переход в третью стадию возможно только полным и категорическим отказом от алкоголя введением активного образа жизни и регулярными занятиями спортом третья стадия стадия деградации тяжелое похмелье запой поражение печени и других органов импотенция расстройство памяти психозы эпилептические припадки слабоумие в этом случае требуется медикаментозное лечение и долгосрочная реабилитация толерантность это степень переносимости алкоголя организмом чем дольше человек регулярно употребляет алкоголь или наркотики тем она выше важно понимать что гордое заявление я могу выпить много и не объинеть следует трактовать как я ближе вас к слабоумию импотенции помимо генетической есть еще и этническая предрасположенность к алкоголизму у некоторых этносов формирующих генофонд россии продукты распада этилового спирта не выводятся из организма а быстро накапливаются в крови вызывая неприятные ощущения алкоголизм у них начинается сразу со второй стадии развивается в разы быстрее и протекает значительно тяжелее из-за сильного хронического отравления алкогольными токсинами алкоголь вызывает варикозное расширение вен пищевода создавая угрозу сильнейшего внутреннего кровоизлияния нарушая работу желудка вызывает гастрит язву и рак разрушает поджелудочную железу кишечник печень сердце и мозг клетки этих органов отмирают гибнут безвозвратно вместо них появляются рубцы соединительные и жировые ткани слипшиеся под воздействием алкоголя клетки крови закупоривают капилляры по всему организму организм обезвоживается а человек испытывает похмелье механизм деградации и стремительного старения алкоголь приводит к перестройке гормонального фона у женщин становится выше уровень мужских гормонов у мужчин женских это отражается на фигуре тембре голоса и волосяном покрове кожа от постоянного обезвоживания становится более грубой и пересушенной с выраженными порами плохо поддающимися косметической маскировке со временем же происходят неврологические изменения которые формируют характерный мимический рисунок а дутловатое лицо напряженный лоб широко раскрытые и одновременно впалые глаза под глазами мешки нижняя часть лица расслаблена на носу и щеках видны красные капилляры бесформенные толстые губы и глубокая носогубная складка зачастую алкоголь является катализатором половых отношений и если для девушек это чаще является фактом о котором позже они сожалеют то молодым людям как правило сожалеть не о чем кроме того что алкоголь усиливая желание снижает возможности неприятные казусы становятся почвой для комплексов отравляющих отношения с противоположным полом всю оставшуюся жизнь влияние на умственные способности помимо уже упомянутого необратимого процесса развития слабоумия угнетение памяти и потери самоконтроля непосредственно во время опьянения алкоголь остается в нервных тканях и притупляет умственные способности даже через месяц после употребления влияние на привлекательность девушки не стоит думать что алкоголь добавляя раскованности легкости и смешливости добавляет привлекательности не обманывайте себя алкогольная привлекательность выглядит вот так и единственное чего добавляет алкоголь это доступности парни вас алкоголь тоже не украшает подумайте сами для каких девушек вы хотите быть привлекательными для таких влияние на продолжительность жизни ни для кого не секрет что систематическое употребление героина гарантированно приводит к смерти и никому в голову не придет демонстрировать по телевидению артистов которые скрещивают шприцы под бой курантов почему-то к алкоголю другое отношение хотя за ним стоит не менее страшная статистика включите воображение и оцените реальные цифры ежегодно в россии от алкоголя умирает более 500 тысяч человек если всех этих людей посадить в поезд то его длина составит 250 километров каждый год все до единого сели в этот поезд добровольно 40 процентов смертей в возрасте 15 29 лет вызвано употреблением алкоголя только подумайте представьте рядом еще один такой же состав это поезд с теми кого утащили с собой против воли сотни тысяч людей ежегодно погибают из-за последствий употребления спиртного когда во время второй мировой войны здоровых трудоспособных людей эшелонами вывозили в концлагеря это была национальная трагедия сегодня это норма жизни но сейчас речь пойдет не о том что нам достались мнимые традиции пить спиртное и в горе и в радости и внедренный менталитет речь пойдет о тебе конкретно лично персонально о тебе торговцы наркотиками не станут ловить тебя и насильно вкалывать скармливать или задувать производители алкоголя тоже не станут делать этого но приложат все усилия чтобы ты как минимум задумался а не стоит ли выбор только за тобой и вся ответственность за этот выбор тоже целиком твоя можно прогулять юность потом сменить школу на училище или институт институт на работу работу на другую работу и надеяться что в новом коллективе никто не узнает о прошлых похождениях однако есть тот кто будет с тобою всю жизнь это ты сам посудите сколько вам требуется времени чтобы по внешнему виду по речи и окружению человека определить достоин он вашего уважения и доверия или нет достоин ли он должности с хорошей зарплатой достойный ли он соперник или претендент на руку и сердце так и каким же ты будешь спортивным или больным позитивным или на нервах бодрым или с похмелья солидным или жалким успешным или перебивающимся привлекательным или вызывающим брезгливость будешь растить здоровых детей или побираться старинная притча однажды к хорошему человеку во сне пришел ангел и сказал что в эту ночь вода во всех колодцах города кроме его собственного станет отравленной и каждый кто выпьет отравленной воды сойдет с ума проснувшись человек выбежал из дома и попытался предупредить всех кого мог о наступившей беде но люди не поверили ему они смеялись пили воду и сходили с ума он пытался спасти хоть кого-нибудь но все отворачивались не желая слушать его с ужасом он смотрел на то как мир вокруг него рушится но выпившие отравленной воды не замечали этого ведь все вокруг были такими же как они только лишь какой-то сумасшедший бегал по улицам и кричал про отравленную воду и про то каким был мир до сегодняшнего дня все продолжали считать его сумасшедшим а он ждал когда вода очистится шло время человек устал жить в непонимании и насмешках и решил напиться воды из городского колодца и стать как все безумным с тех пор стала ходить молва о чудесном колодце воды из которого исцелили сумасшедшего мораль притча очевидно но непонятно почему герой предпочел опуститься до уровня окружающих его людей вместо того чтобы придумать другой выход из ситуации имейте в виду если кто-то ставит перед вами выбор либо либо возможно вами пытаются манипулировать всегда ищите третий вариант если для уважения другими необходимо опуститься на их уровень это еще не значит что в противном случае вас ждет только неуважение ведь можно сменить круг общения на тот где тебя будут ценить за реальные достоинства а еще лучше подтянут на более высокий уровень хочешь добиться успеха в спорте музыки или танцах тогда тебе по пути с теми кто уже что-то умеет с теми кто уже чего-то добился хочешь получить хорошее образование сделать карьеру не трать время впустую хочешь рядом человека которым мечтается а не идти на компромисс с одиночеством тогда двигайся в противоположном от наркотиков и алкоголя направлении парни вы созданы для величия для того чтобы подняться и быть мужчинами каждый из вас создан для того чтобы защищать женщин детей и родину подавать пример юным мальчишкам вызывать восхищение у девушек и гордостью родителей вы созданы для того чтобы быть сильными девушки вы созданы для того чтобы быть красивыми нежными и вдохновляющими не для того чтобы вас использовали а для того чтобы вас любили настал ваш час какими людьми вы хотите быть какую жизнь вы хотите для себя задавайте себе этот вопрос каждый день и каждый раз когда перед вами встанет выбор думай своей головой и не позволяй себя обмануть будь сильным будь выше всего этого дай отпор пропаганде деградации занимайся спортом развивайся и вкладывай силы в себя и в свое будущее покажи своим примером что молодость не значит глупость помни выбор всегда за тобой федеральный проект трезвая россия